МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Сезон большого молока. Возобновляется выплата субсидий хозяевам дойных коров. Пострадавшим за веру в Алатарском районе возводит мемориал жертв политических репрессий. Зеленое золото. В Чувашии продолжаются работы по навешиванию хмеля. Прием граждан по личным вопросам провела заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева. Всего в ходе личного приема к вице-премьеру обратилось 5 человек. Светлана Фунт и Светлана Николаева столкнулись с одними и теми же трудностями при воспитании детей с ОВЗ. В частности, их беспокоят особенности получения общего образования. Мамы пришли на прием граждан с просьбой организовать для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата специального класса. Наши дети заканчивают начальную школу. Школу на детстве. Начальная школа. После этой школы нам предлагают идти или на домашнее обучение. Большинство, так как у нас дети колясочники. Или предлагают нам ехать на южный поселок, в другой конец города, где можно давать за полтора часа. И все. Нам предлагают, чтобы детей пустили в общий класс. Ну, а почему? Потому что... Наши дети не смогут так учиться. Уготовьте список в разрезе детей, кто готов идти в класс, чтобы мы, исходя из реальной потребности, вместе с директорами, да, Алексей Петрович, решили, что возможно сделать. Рассматриваем две школы. Новый город. И тоже там все хорошо. И в Луше. Ну, мы знаем. Для того, чтобы школа могла принять детей с ОВЗ, нужны специальные педагоги и инфраструктура. Алла Салаева отметила, что директора гимназии номер 5 и школы номер 65 обладают опытом и знаниями, необходимыми при формировании педагогического состава для работы с такими детьми. Кроме того, обсудили меры поддержки многодетных семей, в том числе и льготы на детское питание в школе и в детском саду. И вопросы организации в сентябре месячника, честь и хвала старшему поколению. Очень интересные есть такие мероприятия, и в Валикове, и в Ядрине, в Канаше, вот, связанные с университетами. И самое главное направление университета старшего поколения это компьютерное обучение. И хочется сказать, что мы родоначальники Чувасской республики в этом направлении. И в прошлом году мы по компьютерному обучению вошли в пятерку среди 85-й субъектов Российской Федерации. Так, 28 мая университете пожилых людей планируется провести фестиваль по компьютерному обучению. 11-го по счету. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. В муниципалитетах республики продолжается голосование за благоустройство общественных территорий в 2022 году. Остается еще пять дней, чтобы сделать свой выбор по отбору площадок и дизайн-проектов в вашем городе или населенном пункте. Сегодня за территорию благоустройства в Чебоксарах проголосовал глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона выбрал площадь республики. Также в Чебоксарах можно голосовать за развитие еще трех общественных территорий. Это детский парк по улице Франко, дубовая роща на улице Ашмарина, роща Грузовского вместе со школьным бульваром. Именно жители решают, какие территории больше всего требует внимания и как их облагоустроить. До 30 мая могут проголосовать все граждане, которым исполнилось 14 лет. Проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. Всероссийское интернет-голосование в этом году проводится впервые. В нем приняли участие уже около 140 тысяч жителей Чувашии. Отдать свой голос можно как на платформе 21.городсреда.ру или в личном кабинете на портале госуслуг. В Алатаре жители сетуют. В городском детском парке нет элементарных удобств. Да и вообще он давно не обновлялся. Есть нарекания и качество дорог. Многие из них не ремонтировались десятилетиями. Центр управления регионом Чувашской республики контролирует выполнение таких обращений. Парк «Сказка» – любимое место отдыха еще с тех времен, когда мамы маленьких «Аллатарцев» сами были детьми. Говорят, раньше было больше развлечений. Карусели, качели. Хорошо бы было их восстановить. Все, что комфортабельно для детей. Конечно, хотелось бы, чтобы все игральные зоны были обеспечены. В администрации «Аллатаря» поясняют. Парк «Сказка» – одно из общественных пространств, включенных в рейтинговое голосование по программе «Комфортная среда». Проект готов. Он предусматривает зонирование парка и создание мини-инфраструктуры. Кстати, многие «Аллатарцы» уже проголосовали именно за «Сказку». Что касается ремонта дорог, он идет полным ходом. Наша съемочная группа увидела, как ведутся работы на улицах Нильницкого до пересечения с Гагарина. Ведется строительство съездов, устройство корыта на существующей дороге. Также будет уложено 16 съездов с твердым покрытием. Освещение будет с двух сторон. Уже начинает монтаж столбов. Также будут на всю длину, протяженностью 1600 метров тротуар, тоже с твердым покрытием, с поребриком, с бордюрами. В Алатарской городской администрации отмечают, интернет очень удобен для обратной связи с жителями. Большая часть обращений приходит именно таким путем. Кроме того, жалобы и претензии выливает и система «Инцидент-менеджмент». Существует портал обратной связи, где жители города могут написать в системе интернет свои пожелания о работе администрации, о выявленных недостатках в управлении, образовавшихся проблемах. В соответствии с этим мы в течение суток пытаемся отреагировать и устранить данные нарушения, максимально помочь жителям. Если данная проблема не удается разрешить в ближайшие сутки, мы включаем ее в план работы и отвечаем жителям, когда приблизительно мы постараемся выполнить или устранить данные замечания. Молодежная, цветочная, Казанская, Пионерская и улица космонавтов. По этим улицам Ольгешева продолжают сети канализации. С рабочим визитом Чебоксарский район посетил заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Проект по строительству сетей канализации сельчане начали готовить еще в 2016 году. Вместе с госэкспертизой он обошелся в 964 тысячи рублей. Половину собрали сами жители, но экспертизу вовремя пройти не удалось, из-за чего все затянулось. Проблемный вопрос на особый контроль взяли в правительстве региона. Глава республики поручил поддержать в первую очередь те объекты, в которых население участвовало в софинансировании. О том, чтобы включить этот проект в республиканскую адресную инвестиционную программу республики говорили на Совете по инвестиционной политике. На строительство сетей канализации Ольгешева теперь выделят дополнительно почти 34 миллиона рублей. Пятый проект был, но пятый нам сделал проект. Все, мы прошли. В этом году у нас будет канализация. По всем улицам. Цветочная, молодежная, казанская, пионерская и космонавтов. Всего на заседании Совета по инвестиционной политике рассмотрели 10 объектов водоснабжения, на строительство которых будут выделены средства с резервного фонда республики в 2021 году в сумме 216,5 миллионов рублей. Наталья Мальчикова, Михаил Солин, Республика. Обсуждая с жителями актуальный вопрос развития агропомышленного комплекса, министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов сообщил о возобновлении выплат владельцам дойных коров. Так же, как и в прошлый сезон, большого молока им положены субсидии в зависимости от количества животных. В 2020 году впервые в нашем регионе были выделены субсидии на содержание коров личных подсобных хозяйств в прошлом году. В прошлом году эту форму поддержки получили 33 100 хозяйств. И главой республики было принято решение в этом году также эту форму поддержки сохранить. И в бюджете заложено 171 миллион рублей. Это значит, 35 тысяч человек, кто содержит коров, в ближайшее время могут получить субсидии. Заявки уже начали поступать с районов. Первые заявки поступили с Яльческого района, с Канашеского района. И сегодня уже первые денежные средства, первые субсидии будут отправлены жителям этих районов. Половину производимого в России хмеля выращивают в Чувашии. Но если в советский период его площади занимали 6 тысяч гектаров, то сейчас в 15 раз меньше. В республике в последнее время стараются увеличить объемы производства этой культуры. Одновременно в научно-исследовательском институте сельского хозяйства Чувашской республики занимается выведением новых сортов. В текущем году плантации хмеля в Цивильском районе должны занять около 15 гектаров. Здесь в среднем с каждого гектара собирают по 5-7 центнеров сухих плодов. По качеству сырье не хуже, чем в Чехии или Германии, при этом экологически чище. Половина производимого в России хмеля выращивают в Чувашии в четырех районах. В Урнарском, Урмарском, Ядринском и Цивильском. Хмель – это культура трудоемкая, но очень интересная. Требует очень много ручного труда. Если вложить душу, всю душу в хмель, тогда отдача будет соответствующая, соответственно с хорошим урожаем. Основная задача научно-исследовательского института – выведение новых сортов. По словам сотрудников, выращивать хмель в наших краях очень удобно, так как из-за морозов зимой гибнут вредные насекомые и возбудители болезней. Но начать первые шаги в хмелеводстве непросто. Первоначальные вложения слишком велики. Необходимо приобрести не только посадочный материал, но и шпалеры для растений и многое другое. Почти как у виноградарей. При этом первый урожай можно получить только через 4 года. И терпения хватает не у всех. Тем не менее, у хмелеводства хорошие перспективы. В большинстве с вами, вы знаете, хмель требуется для производства пива. Но на этом его потребность не ограничивается. Используется очень в большом количестве отраслей и в медицине, и в пищевой промышленности, и в лакокрасочной даже промышленности, и в фармации. То есть вариантов применения нереально много. На сегодня данная культура уже посажена на площади 55 гектаров. Ульяна Пятакова, Александр Атеков, Республика. По состоянию на 1 мая 2021 года просроченная задолженность населения перед «Газпром Межрегионгаз» Чебоксары превысила 90 миллионов рублей. Одним из эффективных методов борьбы с неплатежами является отключение. В рейд под омолодением злостных неплательщиков вместе с газовиками отправилась наш корреспондент Екатерина Шиверова. В элитном коттедже в пригороде Чебоксар долг за газ почти 150 тысяч рублей. Хозяева не платят за голубое топливо более года. Уведомления о необходимости оплаты игнорируют. Представители газовой компании для контрольного снятия показаний и проверки оборудования в дом не пускают. Газовики вынуждены идти на крайние меры. С улицы отключают домовладение должника от распределительной системы с установкой заглушки на газопровод. Я не уйду отсюда, с вами местность им говорить. На ком оставание вообще? Эти крайние меры применяют газовики к злостным неплательщикам в соответствии с действующим законодательством. Так, несвоевременная оплата счетов за поставленный газ в течение нескольких периодов подряд влечет начисление пени. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга, взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. При этом работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента. На сегодняшний день в компании запланировано производство работ по приостановлению подачи газа более 6 тысяч абонентов Чувашской республики, имеющим просроченную задолженность за потребленный природный газ. Не нужно доводить ситуацию до критического уровня. Необходимо в срочном порядке провести оплату за потребленный природный газ и произвести работу по техническому обслуживанию газового оборудования в установленные сроки. Еще один дом в столице республики и снова долги свыше 100 тысяч рублей. Весь отопительный сезон здесь не рассчитывали за газ. Одни обещания. Но газовики им уже не верят и возобновят подачу голубого топлива только после оплаты задолженности в полном объеме и оплаты услуг по отключению и подключению. Для тех абонентов, кто оказался в стесненных жизненных обстоятельствах, компания готова рассмотреть возможность реструктуризации долга. Компания готова рассмотреть возможность предоставления рассрочки по погашению задолженности абонентами, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Для чего необходимо обратиться на обслуживающий участок с заявлением, заключить соглашение и исполнить это соглашение в соответствии с теми сроками, которые предусмотрены. Екатерина Шиверова, Бахтияр Велиев, Республика. В Урмарском районе местного жителя признали виновным в гибели шести человек, трое из которых дети при пожаре в его доме. Трагедия произошла утром 1 января этого года. Хозяин дома в нарушении требований безопасности установил в неотапливаемых сенях холодильник, из-за которого и произошло короткое замыкание. Следствием и судом установлено, что возгорание произошло в результате неисправности холодильника, который осужденный в нарушении правил эксплуатации бытовых приборов установил в неотапливаемых сенях своего дома в помещении с повышенной влажностью. Кроме того, использовал его по истечении срока эксплуатации, а также при наличии посторонних шумов и стуков. Выводы следствия о причастности сельчанина к этому деянию также доказаны заключением, проведенной по делу пожарно-технической экспертизы. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В поселке Первомайском Алатриского района продолжается оформление мемориала погибших в исправительно-трудовой колонии жертв политических репрессий. В советские годы лагерь был одним из самых засекреченных. Здесь содержали священнослужителей, монашествующих церковных старост. Депутат Госдумы России Николай Малов привез саженцы для посадки в церковном дворе. В 1930-х-1950-х годах Первомайская колония была самым страшным местом на территории Чувашии. Сюда свозили всех религиозных деятелей, кто хоть чем-то был неугоден советской власти. Их содержали в ужасных условиях. От непосильного труда и голода здесь погибли тысячи узников. Их многочисленные захоронения до сих пор остаются безымянными. Даже точное число замученных невозможно установить. И сегодня мы вот пытаемся вместе всем миром не то что восстановить эту картину, а, наверное, вот просто, может быть, даже проститься по-человечески с теми, кто ушел. Я считаю, что это благое дело. И каждый сегодня может нести посильный свой вклад, даже хотя бы просто остановившись, задумавшись о том, что произошло в нашей истории. В память о жертвах репрессий в Первомайском возведен храм царственных страстотерпцев. Николай Малов привез саженцы плакучей ивы, чтобы украсить церковный двор. Он отметил, что впереди еще очень много работы, но она непременно будет доведена до конца. И на карте паломнического маршрута появится мемориал памяти пострадавших за веру. Все призывники проходят обязательное тестирование на коронавирус. Сначала наличие вируса определяют по месту проживания, потом призывников везут на республиканский сборный пункт, где их ждет очередная проверка на COVID-19. Результат этого теста станет известен в течение 15 минут. И только получив отрицательный результат, молодые люди попадают в так называемую чистую зону. В случае обнаружения инфекции, призывников немедленно изолируют в отдельное помещение и отправляют в обсерваторию для лечения. По состоянию на сегодня на сборном пункте таких случаев не выявлено. Чебоксары претендуют на звание столицы детского туризма. Заявку на конкурс подали 18 городов. Результаты будут объявлены 1 июня, Международный день защиты детей. Конкурс стартовал 1 апреля. Принять участие могли любые российские города, без учета количества проживающих в них жителей и административного статуса. Кроме Чебоксар, сейчас на звание столицы детского туризма претендуют Самара, Уфа, Москва, Ешкарла и другие. Это главные новости Чувашии во вторник, 25 мая. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова